Уважаемые коллеги, добрый вечер уже многим. В этот предпраздничный день мы с вами сегодня собрались. Давайте проверим, как слышно, как видно. Напишите, пожалуйста, как слышно и из какого вы города. Уже по доброй традиции. Удмуртия, Аминова Ольга. Хорошо пишет Тольятти. Так, отлично. Пермский край. Вологда, Луга. Крым, Левпатория, Казань, Волгоград. Город-герой Самара, Воронеж, Тверская область, Валдай, Старый Крым, Бутерлиновка, Воронежская область, Нижнекамск, Москва, Чувашия-Тюменская область, Липецкая область, Астраханская, Оренбург, Кемеровская область, Волгоград, Карелия, Ростов-Марк. Воронеж, Курган, Курган, Интра, Республика Куми, Орск, Нижний Новгород, Хмал-Люгра, Татарстан, Саратовская область, Сибирь. Вот прям по всей Сибири. Брянск, Бурятия, Симферополь, Каруга. Хорошо. Что можно сказать? Очень хорошо, что мы в этот предпраздничный день нашли силы, собрались. Вот Ордатов с нами, Нижегородская область, Нововоронеж, Челябинская область. Сегодня мы поговорим про эффективное применение метода драматизации на уроках английского языка. Что это именно такое? Вот Красноярск тоже пишет с нами на связи, и Свердловская область. Что называется именно драматизация? Как это относится к нам, собственно говоря, к нашей работе? И как ее применять? Поскольку драматизация – это не только сценки постановочные, это еще и принцип работы, это метод, который можно применять ежедневно. Ну что ж, давайте посмотрим, и Омск с нами. Итак, прием драматизации – одно из эффективных средств обучения иностранному языку. У учащихся развивается коммуникативная, творческая и культурная компетенция, способствующая формированию умений социального общения. Формируются актерские навыки, что способствует преодолению их стеснительности, повышается самооценка. Драматизация – это то, что мы делаем каждый день. Это наше бытие. Это настолько обычная вещь, поэтому никаких специальных умений от учителя не требуется. Просто нужно быть самим собой. Так, Ирина Владимировна, поскольку вам не видно, скажу. Вам нужно перезагрузить браузер, открыть ссылку заново. Итак, это то, что мы делаем каждый день. Это наше бытие. То есть, вот мы с вами живем, мы с вами общаемся, это тоже можно рассмотреть как прием драматизации, поскольку это именно и является нашей жизнью. Итак, давайте посмотрим, что же это нам дает. Так, что происходит во время драматизации? Давайте посмотрим. Разрушается непонимание между учителем и учеником. Учитель становится менее доминантным. Создается атмосфера доверия, улучшается отношение учителя с учениками. Да, то есть, учитель должен быть, конечно же, авторитетным и важным, но быть доминантным он не должен, поскольку больше должны общаться на уроке на английском языке учащиеся. Больше времени должна твориться именно их деятельности. Опять-таки, атмосфера доверия позволяет нам достичь очень многих и многих результатов. Дети становятся свободны, раскованы, уверены в себе, что тоже очень важно, поскольку у нас люди учащиеся чересчур раскованы, чересчур уверены в себе, и, соответственно, о жизненной ситуации в ходе драматизации они эти ордена на себе ломают и становятся на нужный уровень, а те, которые неуверены, стеснительно раскрываются и, собственно говоря, и отпоминают себе цену и знают, как себя лучше показать. Дети учатся работать в команде, терпенно относиться к друг другу. Вот этих навыков сейчас не хватает, поскольку у нас очень все стало индивидуализировано. У нас не умеют работать в группе, у нас не умеют общаться, сидя в кафе, начинают утыкаться в свои телефоны, общаются только посредством интернета, а командная игра, возможно, только в виде каких-то шутеров в компьютере. Да, но что не является на самом деле командной игрой. Формулируется чувство взаимопомощи, ответственности за свои знания, что тоже очень важно, поскольку чувство ответственности необходимо для взрослой жизни и взаимопомощи тоже очень важно, чувствуя и умение оказать помощь в нужную минуту. Ситуация успеха побуждает ребенка в дальнейшей деятельности, что тоже очень важно, поскольку ситуация успеха, которая чаще всего создается на уроке обычно, это не является ситуацией успеха, а именно какое-то чрезмерное поощрение. А когда сама именно ситуация, когда есть возможность раскрыть себя, показать себя с лучшей стороны, на том уровне, на котором ученик может это сделать, соответственно, будет ситуация успеха, и вы можете совершенно обоснованно поставить хорошую оценку, которая даст опору, даст возможность в будущем хорошо заниматься. Игра будет творческую фантазию, что тоже очень важно, поскольку умение фантазировать обычно уходит у нас к пятому, допустим, классу, да даже и в начальной школе частично. А именно умение открыть творческие способности и творческую фантазию, это тоже очень-очень важно. Травматизация способствует достаточно многим вещам. Давайте посмотрим. Развитие социального сознания учащихся, да, умение находиться и осознавать себя в социуме. Те навыки, которых очень не хватает сейчас учащимся. Совершенствование гигангистических способностей. Умение говорит как на родном, так и на иностранном языке качественно и хорошо. Выявление интересов и потребностей учащихся. Да, то есть мы выявляем именно их интересы, познаваем их потребности, соответственно, вам легче подготовить урок. Вы знаете, что им конкретно нужно. И это очень интересно за этим наблюдать. Стимулирование использования иностранного языка, поскольку все больше и больше будет необходимо общаться на иностранном языке, и это будет являться необходимостью, а не обязанностью. Величение словарного запаса в ходе того, что у нас очень много слов обычно в пассивном словаре у каждого, а мало в активном. Когда мы все время стимулируем ситуацию общения, соответственно, у нас очень много слов из пассивного словарного запаса переходит в активный. Развитие науков в говорении в связи с этим, опять-таки. Улучшение качества речи, поскольку чем больше говоришь, тем говоришь лучше, особенно если ты говоришь в условиях драматизации какой-то роли, тебе нужно стараться, конечно же, это улучшает качество речи. Снятие психологического барьера, связанного с боязнью публичных выступлений и страхом совершить ошибку. Что тоже очень важно, поскольку этот психологический барьер мешает очень многим, и даже многим известным политикам в свое время мешал. Если проследить за теми, кто часто выступает на телевидении, можно обратить внимание, что с годами они выступают все лучше, лучше и лучше. Поэтому почему бы эти навыки не развить еще с детства, с начальной школы. Эти навыки очень сильно пригодятся при устойчивости на работу, потому что чем лучше мы говорим, тем легче нам, собственно говоря, устроиться на новое место работы и любо повыситься в должности. Резумные принципы. Что закладывается в драматизацию? Принцип коллективного взаимодействия, конечно же, умения работать в коллективе. Принцип доступности и пассивности. Принцип активности, потому что нужно все время какие-то активные действия предпринимать. Принцип максимального сближения и координации во владении разными видами речевой деятельности. Да, поскольку нам все время нужно овладевать навыками параллельно и аудирование, и чтение. Потому что нужно прочитать какую-то информацию, говоривание, конечно же, как выход на выполнение задания. И навыками письма, потому что, наверное, стоит написать какой-то план своих действий. Принцип наглядности, поскольку все остальные смотрят, те, кто участвует в самой драматизации, смотрят друг на друга, и поэтому все это работает очень наглядно. Например, в пентамине это очень наглядно работает. Посмотрим, как это можно применять. Принцип прочности усвоения лексического материала, поскольку ситуация становится более жизненной, соответственно, материал усваивается намного лучше. Так, какие же существуют типы драматизации? Конечно же, это пентамине, когда нужно что-то показать, проиллюстрировать своими жестами или еще как-то. Импровизация, когда нужно, впервые увидев задание, что-то симпровизировать, выйти на выход в выполнение задания. Существует также неформальная драматизация, в которую ходят и импровизация, и пентамина, и любые другие деятельности, и мы подготовлены. Это будет неформальная драматизация. И формальная драматизация, когда мы готовим уже какую-то сценку, несколько раз репетируем, и после этого ее представляем. Это будет формальная драматизация. Какие приемы драматизации существуют? Можно применять маски. Это будет уже при драматизации в ходе выполнения задания ролевой игры или чтения диалогов. Можно применять телеэкран, когда вы вырезаете из картона где-то 60 на 90 проем, подрисовываете телевизор, и все, что делается, выполняется в нем. Например, берется интервью, вы даете какой-то символический микрофон, либо реальный микрофон. Очень интересно, хорошо работает, сразу координирует учащихся и направляет их на успешное выполнение данного задания. Опять-таки, пантамина, о которой мы уже говорили. Импровизация, когда нужно что-то симпровизировать здесь и сейчас. Можно применять также и куклы, когда нужно поговорить от лица каких-то героев, особенно в начальной школе, когда сложно себя представить в роли кого-то. А куклы еще и достаточно привычны. Могут быть это и сценировки, когда в короткий период, либо в течение двух уроков, не подготовится какую-то небольшую сценку. Это могут быть и спектакли в виде неурочной деятельности, не классной деятельности. А на эту тему у нас был как раз вебинар не так давно. Можно посмотреть видеозапись и обратиться к нему. Сегодня мы поговорим, собственно говоря, о том, как внести драматизацию в свою классную урочную деятельность. Если говорить отдельно happyenglish.ru, и когда мы говорим о драматизации, стоит об этом упомянуть, то у нас идет сквозная драматизация через весь курс посредством уроков Ворона, которые рассказывает девочке Ане о английском языке. То есть, из героя есть живой рассказ, соответственно, драматизация присутствует. Также это очень хорошо заметно в подаче астрологического материала, например, в начальной школе могу вам зачитать. Итак, нам нужно показать и рассказать о блюде Fish and Chips. Как это вводится? Сначала дается табличка, затем идет текст. Сегодня Диану и Бетти пригласили Ане вместе прогуляться по парку. День был прохладный, ветреный, и вскоре они замерзли. Замерзли и проголодались. Тогда Диана Лобнилси сказала, что угостит всех самой знаменитой британской едой. Они подошли к маленькому магазинчику, от которого на всю улицу распространялся роман жареной рыбы. Каждый получил по промасленному кульку рыбы и жареной картошки, заварнутой в бумагу. Оказалось, что это и есть самая знаменитая британская еда. Они ели на лавочке в парке, было очень вкусно. Соответственно, вводятся новые слова. Fresh Fish Chips Best. Очень хорошо так подается тронарический материал. У учащихся сразу возникают какие-то живые картинки, какие-то образы. Они запоминают, что Fish and Chips – самое знаменитое британское блудо. У меня взгляд, очень интересный прием введения драматизации именно в сквозную линию учебников. Также мы знаем, что в средне-старшей школе, соответственно, есть тронарический материал, есть приключения героев, которые выполняют те или иные действия. И, соответственно, параллельно идет изучение английского языка. Можно встретить это и при выполнении самих заданий. Например, в happyenglish.ru можно встретить песню про веселого гнола, в которой нужно в задании прослушать, как ее читает Мартин и повторить за ним. Но, помимо этого, можно и... Так, это разве драматизация? Это просто тронарический материал. Очень интересный вопрос от Ольги Дмитриевой. На самом деле, это и есть драматизация, поскольку драматизация – это все то, что приближает нас к жизни. Поверить, прочитал достаточно много материалов, был сам эту тему очень сильно удивлен. Но, тем не менее, это так. В данном случае мы предлагаем более практический прием драматизации, который заложен в happyenglish.ru. Почему бы ее не использовать? Многие уже так поступают. Предлагается послушать песню, затем прочитать ее вслед за Мартином и, собственно говоря, показать действиям, что происходит в этой песне. Давайте посмотрим, попробую показать, как это происходит в жизни. Если что, не судите строго. 37. Упражнение 7. Прочитай песенку, а потом послушай, как ее читает Мартин, и повтори за ним. «Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-б попробовать изобразить драматизацию попробовать сделать такие пентальные которые поможут лучше запомнить многие слова например, слово дом, который мы покажем как крышу либо можно придумать какие-то еще движения, которые хорошо бы работали давайте посмотрим дальше, что еще можно сделать итак а, песня еще звучит у кого-то отстает все, хорошо надеюсь, у всех закончилось в принципе, примерно вы могли понять что какие-то слова просто показываются какими-то действиями либо какими-то жестами и поэтому они намного лучше запоминаются не зря у нас есть целый один раздел прием как пантамина итак например можно точно так же поступить мы совмели в третьем классе с упражнением первым в третьем уроке где песня называется ВСВДЖМ да, можно показать уши, например, вот так можно показать волосы у кого они есть можно показать рот, нос руки, пальцы и соответственно очень хорошо запомнить данные слова да, это будет еще укладываться в деятельностный подход конечно же, все верно итак можно показать пантамину и, например, в такой песне в миле для второго класса где можно показать и цифры например, one показать один run, 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 побежали два показать в зоопарке как-то еще изобразить в карабкаться показать слово climb, да, как-нибудь например вот так то есть все это можно сделать очень хорошо так запоминаются слова соответственно привносится все это в жизнь в начальной школе должны очень хорошо работать и в принципе я принимаю это на уроке допустим даже в старшей школе чтобы не переводить какие-то слова показывал их именно пантаминами и соответственно они вспоминали и говорили что это слово обозначает пантамину можно и найти в учебниках в заданиях например в Enjoy English для четвертого класса где есть такое задание play the game, win and guess say what your classmate did yesterday use this word да, соответственно уже сразу в задании говорится о том что нужно показать какие-то движения кто-то должен догадаться просто поиграть в пантамину также можно и импровизировать например в Enjoy English для второго класса уже с девятой страницы предлагается вот такое задание представься от имени одного из участников спортивного праздника скажи кто ты как тебя зовут и сколько тебе лет тебе поможет модель сразу работаем по модели можно использовать маски здесь же для того чтобы было проще можно и что-то симпровизировать и сделать такую элементарную сценку да, показать или например в следующем задании узнал других спортсменов кто они, как их зовут сколько им лет вот здесь очень хорошо сработает прием телевизора выручаем в руки микрофон соответственно все выходит на совершенно другой уровень есть какая-то сценка есть какая-то реализация этого всего поэтому задание будет выполняться намного лучше вот коллегам очень сильно нравится приемы пантамины активизируют употребление лексики соглашаются со мной что очень приятно давайте посмотрим дальше ну и между восьмого класса тоже есть возможности для импровизации например в задании четвертом где изначально задаются подходящие условия hey what were you doing when the teacher came in mean different actions and stop when the teacher comes in check your teacher's manner correct your teacher you can't remember можно вместо учителя поставить какого-то из учеников да соответственно они изобразят какие-то позы или движения соответственно либо какие-то действия вдвоем а ученик в роли учителя либо вы будете подогнать им и догадываться что происходит им нужно будет как-то это уточнить уточнить можно импровизировать в четвертом классе с например в задании 17 представь что ты с одноклассником жители разных стран расскажите друг другу какая погода обычно бывает в этих странах в разное время года пожалуйста можно использовать и телевизор можно это изобразить как в виде интервью можно использовать маски какие-то можно придумать флаги попробовать скопировать жителя какой-то другой страны изобразить кого-то в 18 задании то же самое расскажите Тане какая погода обычно бывает в твоем родном крае в разное время года и что ты любишь делать в разную погоду здесь можно и куклы использовать поскольку персонаж Тани появляется у нас раз за разом можно изобразить какую-то куклу девочкам дать ей уже и на Тане и попробовать это отыграть в том же самом телевизоре либо использовать парту как сцену тоже будет очень интересно и собственно говоря раскрывать потенциал тех кто стесняется поскольку скорее всего его будет не видно либо он будет думать что его не видно и будет слышна только его речь вот Наталья пишет пантомила незамени во время скульпной ну так да в принципе если эту песенку прогнём и встать и проделать с движениями то это уже и будет собственно говоря физкульт-минутка также можно и куклы применять например в Бенджо Ингридж для второго класса вот в таком задании разыграть с одноклассником прослушанный разговор а разговор был вот о чем послушай как Тим знакомит с одним из спортсменов новой команды назови его вот пожалуйста есть возможность хорошо проиграть представиться как член команды кому-то представиться как Тим применить куклы да собственно говоря и очень хорошо поработать с данным материалом в Бенджо Ингридже четвертого класса можно найти на 87 86 странице и такое задание чудовищ придумать вот можно проиграть можно применить куклу изобразить какую-то сцену изобразить траву ли бы рисовать быстро табличку Birdy party и попробовать поговорить об этом Да и собственно говоря можно Можно изобразить это, что происходит уже сразу в магазине, нарисовать какую-то картинку, которая поможет поработать. Да, это может быть кукла, одетая на пальцах, которая очень нравится детям, действительно. Это могут быть куклы, которыми можно крутить руками, ногами, либо на веревочках, если есть такая возможность. Это все очень хорошо работает и очень нравится учащимся. Импровизация может быть и в пятом классе, например, в Инжиниринге этого класса, на 122-123 странице, можно найти вот такое задание. Say, how you celebrated your last birthday? Use these questions. Да, даются вопросы, можно это проработать как маниолог от лица кого-то, представить себе роль кого-то. Там можно как и диалог, когда кто-то задает вопросы, например, в том же телевизоре, и вы отвечаете. Либо этот разговор происходит еще где-то в виде ролевой игры. Вот Наталья пишет, мне пятый класс, пятого класса, целый раздел для драматизации, раздел про театр. Да, почему бы и нет, драматизация очень полезная вещь, и этому стоит уделять, на мой взгляд, время. Вот, предлагают использовать куклы Бибабо, так их называют, головки надевают на палец. Почему бы и нет тоже. Главное, чтобы была возможность раскрыться максимальному количеству учащихся. Итак, в минимуме для этого класса можно найти вот такое задание. Урок называется Time Travel. Да, соответственно, разыгрывается все по ролям, можно привнести что-то сюда, соответственно, вжиться в роль, попробовать это все сыграть. Соответственно, это будет неформальная драматизация в виде на сценировке, которая подготовлена буквально в течение нескольких минут, может, 5-7 в течение урока, если сложно. Если будет подготовлено, можно и меньше, когда учащиеся сразу вживаются в свою роль. Итак, в English 2, 8 класса можно найти и вот такой пример. Допустим, role-play the situation when you and your friend are going to visit the National Marine Aquarium in Flemeth. Use the role cards we teach you in Zil. Да, соответственно, учитель раздает из книги для учителя ролевые карточки. Можно это все попробовать разыграть, написать табличку в музей, попробовать представить, что бы там могло быть. И, соответственно, максимально реалистично представить эту ситуацию на английском языке. В happyindish.ru в 11 классе есть замечательная ролевая игра про сутки от глобализации. Чем она примечательна? Тем, что в ней могут участвовать все участники группы. В некоторых карточках можно увеличить, для этого есть возможности. Также, что примечательно, описывается сама ситуация, поэтому очень хорошо с этим можно поработать. Опять-таки, рассчитано все на два урока, поэтому на первом уроке это уже будет формальная драматизация. Поскольку на первом уроке мы готовимся, мы продумываем свои речи, распределяем роли. На втором уроке расставляем парты, например, как в суде, сажаем судью за свой учительский стол. И, пожалуйста, весь идет процесс на широкую ногу, идет общение на английском языке, что очень и очень примечательно. Милли для четвертого класса веду кружок в школе и театр. Все, о чем вы говорите, реализую на этом кружке. Да, конечно, можно работать на кружке, но мы сегодня говорим о том, как это внести именно в урочную систему. Но кружки это тоже замечательно. Я бы с удовольствием хотел увидеть, что в каждой школе был театральный кружок на английском языке. Давайте посмотрим на милы для четвертого класса, где тоже есть возможности для импровизации. Choose a role and act your dialects. Да, мне нужно помочь Вику найти путь из парка в цирк, в кино или в больницу. Соответственно, можно представить, либо обозначить как-то в классе пути, как нужно пройти из парка в то или иное место. Можно рассказать этот путь, либо, как мы обычно в жизни происходим, спрашиваем у одного человека, прошли немножко, спросили у еще одного. Это можно все показать красиво. Для подготовки этого не нужно очень много времени. И, соответственно, это будет очень хорошо работать, и это будет очень реалистично. Опять-таки, даются речевые клише, как образец. Поэтому с этим можно очень хорошо поработать. Можно симпровизировать и в New England English в пятом классе проектную деятельность. Например, задание в уроке Let's Work Together, где предлагается, собственно говоря, представить себя в виде издательства. И, например, есть такое задание, Decide who does what in the project in Lesson 8 and talk to the other project group. Нужно представить, распределить роли, представить, что вы будете делать, и подготовить такой проект, изобразить, как это все происходило. Вот, Татьяна пишет, я в кабинете держу всевозможные аксессуары для ролевых игр. Да, это тоже очень хорошо, полезно. Да, если ролевую игру разбавить движение, то получается инсценировка, конечно же, импровизация, инсценировка. Соответственно, метод драматизации будет произнесен. Итак, HappyEnglish.ru для девятого класса. Можно найти вот такое упражнение, где идет повторение лексики о том, куда и как пройти темы. И, собственно говоря, нужно рассказать о том, куда ко мне нужно пойти в парке. Все это, опять-таки, можно представить, что парк – это ваш кабинет, использовать карту, как вы показываете карта. Да, можно использовать фразы и выражения, которые представлены, ввести их в жизнь, и рассказать о том, как ко мне, куда пройти. Можно взять ученика, который будет, собственно говоря, проходить этот путь, переспрашивать у кого-то. Да, и, соответственно, это будет очень интересно работать. Вот пишет Татьяна, нет, Наталья. Так, Евгения. В Миленине уму таких упражнений, да, как и в HappyEnglish.ru, так и в Миленине очень много упражнений для драматизации, поскольку очень много и зарубежных, и наших ученых говорит о том, что метод драматизации очень полезен на уроках иностранного языка. Да, вот пишут старшеклассикам, тоже нравится импровизировать, особенно если ситуация жизненная и непонятная, то почему бы и нет. Можно использовать упражнение, например, из Business English for Young Adults, пособие для элективного курса в 10-11 классе. Можно использовать какие-то элементы в 8-м, в 9-м, если у вас нет отдельного элективного курса. Можно в старшей школе. Например, вот такое упражнение. Working past, take a roll, cut and prepare for an interview. Rollplay an interview. Можно опять-таки взять в руки телевизор, взять микрофон и сыграть такое вот интересное интервью, попробовать себя в роли того, кто спрашивает интервью, интервьюера, и того, кто, собственно говоря, отвечает на вопросы интервью, или тот, у кого, собственно говоря, спрашивают это интервью. Либо еще очень интересное упражнение, тоже ролевая игра, где нужно поучаствовать в круговом разговоре. Задача учащегося попробовать поговорить с тремя группами людей, которые говорят совершенно на разные темы. Да, это разговор в круг, такой для... Во-первых, тоже очень хорошо работает, можно с этим поработать, задать какие-то роли друг другу, и, соответственно, выполнить именно это задание по плану очень хорошо. Что можно еще использовать? Можно еще несколько песен тоже так же хорошо проинсценировать. Например, песню A Family Rap из happyenglish.ru Да, давайте посмотрим, как это может быть. Если кто помнит эту песню, там мальчик рассказывает о своей семье. Вот можно использовать доску, ухо от доски, да, нарисовать на доске, собственно говоря, такой автобус. И воспользоваться ухом, как дверьми, где все выходят и показывают на себя, как различные члены семьи. Ну, и, соответственно, поставить какого-то мальчика, либо девочку, которая будет это петь, с микрофоном в руках. Остальные будут подпевать, все очень хорошо будет работать. Давайте посмотрим на видео-захват с презентацией к этой песне. I study English with happyenglish, don't you? It's easy and interesting. This is a family rap, guys. Uh-huh, yeah. My name is Troy. Hello, mates. This is my big family. They're great. This is my father. He's kind and withy. This is my mother. She's cl... I study English with happyenglish, don't you? It's easy and interesting. I study English with happyenglish, don't you? I study English with happyenglish, don't you? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Старшеклассников сложно уговорить на драматизацию, что они стесняются Но почему бы и нет, собственно говоря, если есть ситуация доверия, если есть ситуация, когда ваши учащиеся не стесняются и нужно их к этому подготовить, нужно этому уделить время и хорошо будут заниматься Еще я увидел вопрос, что на это уходит очень много времени Подчас лучше выполнить как следует одно такое упражнение, чем проделать 20 упражнений на письмо, которые не принесут столько пользы именно для говорения и для аудирования Поэтому пользуйтесь на здоровье Итак, у кого-то, конечно же, могло не прогрузиться Попробуем, сейчас еще почитаю пока ваш чат, попробуем немножко подгрузить еще одну песню Это ABC Song В happy wish.ru для второго класса Что можно сделать с песнями на алфавит? Можно показать букву самостоятельно, да, изображительную букву сами Можно изображать слова, которые, собственно говоря, даются в помощь к данному алфавиту Итак, давайте посмотрим, тем более, как пишет Елена Зуберова Многие соглашаются, что песни повышают мотивацию Субтитры создавал DimaTorzok C, a CD, cat D, a dog, and E, an egg F, a funny flag G, a globe H, a hen I, an Irishman J, a jog, and K, a key L, a library A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z I'm a monster N, a net O, an amulet P, a funny Q, the queen A, an apple Q, the queen B, a bat C, a city Cat D, a dog, and E, an egg F, a funny flag Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У кого было не видно видео, можно будет посмотреть видеозаписи, которые будут выложены завтра на вебинаре и отмотать до этих моментов. К сожалению, это все зависит от качества вашего интернет-соединения. Субтитры делал DimaTorzok Которая в NJ English представлена роботом. Можно поизображать робота и вот так скрипуче, немножко медленно, но очень точно и правильно изобразить робота и то, что он делает. Давайте посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Можно и показать учащимся, как изобразить, например, Simon Song. Тоже интересная такая песня. Давайте попробуем увидеть и послушать. Да, можно спеть самим без аудио, когда уже отработаны навыки аудирования и, собственно говоря, хорошо они уже произносят слова. И сейчас мы посмотрим на Simon Song. Ее тоже можно изобразить в виде компонии. Субтитры делал DimaTorzok 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 памяти, внимания, актерского мастерства, развития интеллектуальной, эмоциональной и речевой активности детей. Личностных результатов мы тоже достигаем. Воспитание и умение работать в команде, дружного коллектива, ознакомление с культурой и обычаями англоязычных стран, воспитание социокультурной компетенцией, всестороннее развитие личности ребенка, средства иностранного языка. Я думаю, что, используя драматизацию, и родители, и дети будут очень довольны, и, собственно говоря, ваши уроки станут максимально доброжелательными, приносите радость как вам, так и вашим ученикам. На этом, собственно говоря, у меня сегодня все. Пока вы задаете какие-то вопросы по теме сегодняшнего вебинара, желаю вам хороших выходных, поздравляю с праздником всех трудящихся. Вот, надеюсь, вы хорошо проведете выходные. Спасибо, что вы в этот день, так и уже более предпраздничный, нашли время и посмотрели сегодняшний вебинар. Кстати, темы новых вебинаров вы можете предлагать мне... Будем очень рады их рассмотреть. Очень многие ваши заявки были реализованы в этом месяце. Вот, мы их ждем от вас. Собственно говоря, спасибо большое. Сейчас выложу ссылку на сертификат. Справа появится слайд, как получить, собственно говоря, сертификат, который поможет вам в вашей работе. Я думаю, что пригодится. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Спасибо большое за теплые слова. Рад, чтобы вам понравилось. Если вы не можете скопировать, специально сделано все цифрами. Вы можете его записать и воспользоваться инструкцией справа. Да, и до встречи в следующем месяце, конечно же, мы и в мае, и в июле, и, конечно же, и в июле будем давать вебинары. Так, какую сноску вы ждете? Справа появился слайд, как получить сертификат. Сам код для сертификата я уже несколько раз дублирую. Надеюсь, у вас, Татьяна, все получится. Да, коллеги, вам тоже творческих успехов. Спасибо также. Да, списка вебинаров на мае еще нет. Смотрите, следите за новостями на investitches.ru На этом прощаюсь с вами. Всего доброго, хороших вам выходных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!